посмотрите какие ко мне гости прилетают на балконе такая огромная птица знаете если сейчас вы мне скажете что я должна быть счастлива то ничуть не бывало вот вчера эта птица она прилетела сюда ко мне когда я разложилась здесь на столе свой обед я принесла два куска жареного мяса прекрасного розбифа и пошла за перцем за специями что вы думаете я прихожу и вот эта гадина украла у меня мой мой бештекс за 6 евро он видите она пошла к другим людям по столу она уже здесь не только посмотрите на эту мелюзгу вот она а а а а а а а а Продолжение следует... Да, я смогла спокойно подойти к этому шикарному пиратскому кораблю. Боже мой, посмотрите, какая прелесть. Ну и у него же, конечно же, пиратский флаг развивается. Тереп и Костя. Пират. Каравелла. Но это реально? Да, конечно. Это реально? Да. О, and how old is this ship, do you know, this Caravella? How old she is? I don't know. You don't know? Hundred years, no? Maybe. Maybe more. Let's see. No. Where you come from? Yeah. Пиратский корабль. Каравелла. Мужчина. Но он не знает. Вы видите, да? Английского языка не знает, русского тем более. Но сказал, что натуральный корабль. Классный. Посмотрите, сколько ж тут было этих моряков, пиратов, которые здесь следили за всеми этими парусами, поднимали, опускали, поворачивали, смотрели в подзорную трубу. Там, наверху, есть такая бочка. Посмотрите. И оттуда они смотрели, искали землю. И вот нос корабля вам показываю. Даже не знаю. Но получается, что здесь никаких мостков нету, ничего не предусмотрено. Там походить нам не получится. А так хотелось бы все это потрогать, побродить и посмотреть, как все тут близко и рядом. История мореплавания. Вот название. Санта. Санта Бернарда. Бернарда. Да, да. Санта Бернарда. Святой Бернарда. И здесь вот якорь. Боже мой, боже мой. Ведь вот не боялись португальские моряки вот на таком маленьком суденушке ходить в океан. Огромный океан. Если волны высотой с 10-12 этажный дом. Как они могли, я не представляю. Ну, ведь, наверное, многие вот такие вот корабли и лежат на дне морском тоже. Ну что, кораблик, не могу пожелать тебе 7 футов под килем, потому что ты уже давно-давно на пенсии. Но посмотреть и повспоминать очень интересно. Зашла в бабу свой любимый попить кофе. Здесь еще и бряцает пианист. Бряцает как умеет. И опять вот эти вот какие-то сумасшедшие скульптуры. Я не понимаю этой прелести. Может быть, вы понимаете. Вот такая вот женщина пиратная с такими грандиозными формами. Боже мой, боже мой. Что это? Что символизирует? Пловчиха. Главное, что у нее шапочка надета, но все остальное бывает. Так что лошадки перекрывают всю проезжую часть. И приходится ждать. Всем автомобилям, пока они проедут. Вот такие вот катания здесь, конечно, мне непонятные. Особенно в час пик. Они устроили целую пробку здесь. Видите, какие узкие дороги. Здесь же не объедешь даже их. Ну вот, будем ждать, пока проедут эти две лошадки. Они, конечно, быстренько куда-то ускакали. Но пробку устроили здесь нехилую. Куда они делись, даже не вижу я их. Свернули. Похоже, что быстренько куда-то свернули. Ре길 bipончик с камерой кистемisation. Катно? Свернули.